Всем добрый день! Сегодня предлагаю свой вариант приготовления орешков. Я готовлю орешки без сгущенного молока. Они у меня с очень вкусной шоколадной начинкой. Заранее благодарю вас за просмотр и будьте добры поделиться моим видео. Для теста нам понадобится 150 грамм сливочного масла, 50 грамм растительного шортнинга, 1 яйцо, полстакана сахара, 1 чайная ложка ванильного экстрата и 2 стакана плюс 1 четвертая муки. Итак, начнем. Масло и шортнинг комнатной температуры засыпаем сахаром. Лопаточкой немножечко разминаю сахар. Миксером на маленькой скорости начинаю потихонечку перемешивать сахар с маслом. Взбиваю до кремового, белого, вот такого вот состояния, как вы видите. Далее добавляю яйцо. Взбиваю на небольшой скорости. Потом скорость можно немножечко прибавить. Взбиваем до кремового, белого состояния, пока все хорошенько не перемешается. Добавляю ванильный экстракт и еще хорошенько взобью буквально 30 секунд. Теперь начинаю потихонечку добавлять муку. Муку я добавляю по 1 четвертой стакана за раз. Добавила, хорошенечко все перемешала миксером. И так до тех пор, пока мы не вмешаем в наше тесто 2 стакана муки. Последняя 1 четвертая стакана муки у нас останется на всякий случай на замес теста. Градуальное добавление муки это очень важно для того, чтобы у нас все хорошенечко перемешалось, взбилось и чтобы тесто было гладкое. Смотрите, я опять добавляю 1 четвертую стакана муки и потихонечку перемешиваю. Перемешиваем мы на маленькой скорости. Конечно, масса начнет густеть, но ничего, продолжаем перемешивать настолько, насколько это возможно. Если миксер уже не может перемешивать, то тогда муку вмешиваем с помощью лопаточки вручную. Вот как я сейчас это делаю. К этому этапу тесто уже готово, чтобы его замешивали на столе. Насыпаем муку и начинаем месить тесто. Тесто на ощупь очень мягкое, достаточно гладкое, не рвется особо сильно и очень приятно на ощупь. Замешанное тесто мы разделим на 2 части. Каждый кусочек теста мы расплющим вот таким образом на пищевой пленке и завернем. Далее мы готовое тесто положим в холодильник хотя бы на 30 минут перед использованием. Я тесто разделила на небольшие порции, для того, чтобы легче было делать орешки. Значит, каждый кусочек теста я скатываю в шарик и теперь вдавливаю в форму. В моем случае я форму ничем не смазываю и даже немножечко присыпаю мукой. У меня алюминиевая форма для орешков, которая идет в духовку. Аналогичным способом я также заполняю вторую форму, скатывая кружочки маленькие из каждого кусочка теста и вдавливая их в форму. После этого мои формы с орешками уже готовы идти в духовку. Я их буду выпекать при температуре 176 градусов Цельсиуса около 10-12 минут. Теперь пришло время начинки. Для начинки 150 грамм шоколада темного, 100 миллилитров сливок 35% и 80 грамм сливочного масла. Шоколад я поставила на 30 минут в микроволновку, чтобы он немножко подогрелся. Сливки я довела до кипения тоже в микроволновке и залила шоколад. Оставляем шоколад на 5 минут. И теперь мы его перемешиваем до гладкости. Значит, мы сейчас с вами делаем шоколадный ганаш. Как только у нас шоколадный ганаш остыл до температуры примерно 35 градусов, то есть теплый, мы добавляем масло комнатной температуры. У меня здесь около 80 грамм сливочного масла. И теперь аккуратненько это перемешиваем. Для перемешивания я советую взять маленький венчик и хорошенько до гладкости вымешать наш шоколадный ганаш. Вот такой красивый, гладкий шоколадный ганаш у нас получился. Теперь я его накрою пищевой пленкой и дам ему остыть до комнатной температуры. Наши орешки уже готовы. Я им дала остыть около 10 минут в форме. Выкладываю все орешки на тарелку. Смотрите, сколько у меня орешков получилось. Здесь у меня будет 12 орешков. Шоколадный ганаш у меня остыл достаточно. Я его перекладываю в обычный целлофановый мешочек. Вот такой. Если хотите, используйте кондитерский одноразовый целлофановый мешочек. На кончике делаю дырочку и теперь выдавливаю ганаш. На одну половинку орешка я выдавливаю ганаш, второй половинкой накрываю. Вот такая вкуснятина у нас получится. Сверху я немножко присыплю сахарной пудрой. И посмотрите, какие красивые у нас получились орешки и особенно с шоколадным ганашем. Еще раз благодарю вас за просмотр. Приятного вам аппетита. И не забудьте подписаться на мой канал.